Добрый день всем, кто любит вино. Всем, кто хочет полюбить вино. Меня зовут Алексей Дмитриев, я Сомелье. И сегодня мы дегустируем загадочное, забавное французское вино из такой маленькой деревушки, которое самые французы даже, скорее всего, не подозревают. Давайте разберемся, откуда же оно. Итак, все знают Бургундию. Конечно, Бургундия славится своими красными и белыми винами. Белые, сегодня у нас белая, производится в Кот-де-Боне, где у нас есть Мирсополь, Немантраше, Шрасане, Мантраше и другие популярные белые вина. Шабли тоже от Бургундии, но она еще выше, самая северная часть. А сегодня у нас южная часть, Маконе. Белые вины Маконе, возле города Макон. То есть, данная деревушка называется Сен-Веран. Сен-Веран, понятно, что это Франция, но многие Сомелье даже, наверное, не догадываются или забыли, где она находится. В пяти километрах от Макона. Давайте расскажу немного о нашем производителе. Это семейное производство Домейн Мерлен 2006 года. Карин и Оливье Мерлен основали эту винодельню в том же году, когда родилась моя жена. Это был 87-й год, но они основали ее немножко раньше, в январе, по-моему. Ты родилась в декабре, да? Итак... Когда собрали первое урожай, я родилась. Кстати, да, прикинь. Сто процентное шардоне. С вином поработали. В 18 месяцев его выдерживали в бочке. Была малолактическая ферментация, алкогольная ферментация. Вино должно быть очень интересным. Такая тяжелая, хорошая, массивная бутылка. И сегодня у нас слоган. Дегустируйте и ищите всегда новые вина. Мне очень интересно. Я просто удивлен. Тем более, вино стоит 400 гривен. 400 гривен из какой-то кацапетовки. Должно быть что-то уж очень интересное, чтобы оно стоило этих денег. Много слов. Пора дегустировать. И вначале что мы оцениваем, Нина? Цвет. Цвет нашего вина. Цвет такой желтенький. Видишь, что оно желтое? Мне кажется, штопор. Это вино очень похоже. Но присутствуют легкие зеленоватые оттенки. Вечернее. Вечернее такое. Вечернее желтое платье перед нами. То есть, такого цвета ламборджини. Мне нравится. Если взять бургундию, то обычно такого цвета, я вижу, такое маслянистое. Масля. Да. Могут выглядеть вина Гранд Крюша Бли. То есть, оно очень серьезное. Давайте оценим наш аромат. Не зря, Нина, я так долго нюх, а аромат просто великолепный. Я немножко в шоке, потому что какой у нас цвет. Такие спелые фрукты у нас есть. Желтые. То есть, ананас. Есть... Когда мы выдерживаем вина в дубе, всегда у нас появляется ваниль. Но у нас здесь элегантно. Это вам не вина Калифорнии, где кроме ванили ничего нет. Здесь такой легкий, приятный ванильный... Ванильно-сливочный крем. Может быть, даже цукаты в этом креме. Легкие... It's very delicious. Легкие нотки кукурузы. Они часто присутствуют, шарлина, которая была выдержана в бочке. Также такой засахаренный апельсин. Это я уже говорил, это цукаты. Аромат богатый. Я могу сказать честно, что в данном бокале, мне кажется, он очень сжатый. И можно для бургундии характерны круглые бокалы. Если у вас есть дома круглые, они чаще всего бывают у всех. Не стесняйтесь, именно бургундские вина, как и белые, красные, пейте в круглых бокалах. Это больше для Бордо, для Савиньона. Давайте, наконец-то, попробуем наше вино. О май гад. Не рекомендую вам сразу повредить аэрацию. То есть, не взрывайте вино, потому что оно и так очень слишком насыщенное. Сухое, но оно обволакивающее, приятное. Легкая горчинка послевкусия не напрягает. То есть, это после такой активной аэрации оно появляется. На самом деле, вино очень удивительное. Оно похоже по мягкости, как приятный такой... Чизкейк. Чизкейк. Very good. Даже по цвету похоже, да? И сыры брилли камембер, да? Вот внутри, под этой белой плесенью, находится такая мягкая, приятная текстура. Она у нас есть. Послевкусие довольно длительное. Больше 15 секунд. Вино действительно интересно и может сочетаться с многими блюдами. Но что у нас еще во вкусе есть? Легкие такие кукурузные оттенки. Консервина кукурузки. И по вкусу я могу сказать, что если бы я не видел цену, да? Просто пробовал его впервые, из этой деревушки Сен-Веран. Я бы сказал, что слепой дегустацией его можно запросто спутать с хорошими и самыми лучшими винами Бургундии, Шабли, Картон Шарлеман. Оно действительно достойное и очень многогранное. Я уверен, оно в бокале будет развиваться. И даже бутылками можно, думаю, можно дать ему полежать не менее 2-3 лет. Что же из еды подойдет к нашему вину? О, это довольно много вариантов. Если мы возьмем японскую кухню, это могут быть Калифорния ролл. Такой довольно многогранный ролл. Это вам не просто ролл с крабовым мясом. Там еще есть много всяких нюансов. Например, икра-то-бико. Также можно посоветовать сашими из морского гребешка. Я думаю, отлично. Данное вино будет сочетаться с мясом индейки. Сюда подошло бы... Рыба-дорога. Рыба-дорога, может быть, каком-то ореховым, подореховым соусом. И... И что еще? Сыр. О, я придумал. Это паста с морепродуктами. Сколько же баллад, какое общее впечатление. Вы знаете, я сегодня просто удивлен. Для меня, как для Сомелье, сегодня отличное открытие. Сен-Веран. Я никогда не мог подумать, что там, на юге Бургунди, производят такие хорошие вина. Окей, не дешевые. 400 гривен. Не каждый может позволить себе купить данное вино. Но, я уверен, если вы каким-то образом просто уже продегустировали все, что можно в Бургундии, вы знаете все вина, и они для вас уже... Такие... Вы все уже знаете. Ничего нового. Обязательно попробуйте данное вино. В винокарте это может быть хороший сюрприз для ценителей Бургундии. И для тех, кто просто любит вино. И можно немножко накопить. И хотя бы раз в году попробовать данное вино. Я дам ему... Мне кажется, Нина, я буду сегодня очень щедрым. Не, 95 слишком много. Хотя, не знаю. Ну, 90 с плюсом. Мне кажется, самый большой балл для белого вина. Ты же давно давал, 90, да? 90 я давал красному вину. По-моему, это было... Че это было? Это было красное, чисто итальянское, нет? Не важно. Нина показывает. Ту-мач-токи. Вино нужно подавать при температуре. Не слишком охлаждать. То есть, там много нюансов, которые нужны. Хорошая температура. Около 11-12 градусов. Хранить можно, как я и говорил, не менее трех лет. И вообще, это хорошая инвестиция. Так что, я вам желаю делиться своими впечатлениями с друзьями. Находить что-то новое. Дегустировать всегда новые вина. И сочетать их с вкусными блюдами. Субтитры сделал DimaTorzok